Отчет губернатора в форме послания создал почву для размышлений. Обменяться мыслями собрались сельхозпроизводители и представители краевого Минсельхоза. Сошлись во многом. Одна из главных проблем – взбыт. Одним из первых вопросов он поставил – это все-таки увеличение рынка взбыта за счет направлений Китая и в общем Востоке. Так, Китаю интересно сухое молоко. И об этом стоит подумать в перспективе развития. То, что регион участвует в международном проекте сухопутного зернового коридора из Сибири в Азию, своевременно. Внутренний рынок перенасыщен – это факт. А некоторые фермеры и так сбывали за границу. Например, в алтайской компании по производству круп за рубеж продают 90% продукции. В 2022 объем экспорта зерновых края составил почти миллион тонн. Масличных – больше полумиллиона. Это рекорд. В непростых экономических условиях фермеры все чаще требуют понимания, чтобы выращивать востребованную культуру в нужном количестве с расчетом на регион сбыта. Перейти к плановой рыночной экономике. Это было бы правильно, потому что с реализацией мы сегодня говорим о азиатском рынке. Но ведь мы же понимаем, что мы, простые крестьяне, выйти туда, может быть, единицы какие-то смогут. Вот если бы сегодня государство на своем уровне бы устанавливало те закупочные цены, плановые закупочные цены, которые бы нас устраивали, я считаю, это был бы просто такой шаг вперед и такой прорыв, чтобы мы понимали, а что нам выращивать в следующем году. Аграрии уверены, что технически и кадрово они способны производить много. Но пока такие достижения играют против них. Чтобы освободить склады и не хранить это зерно, мы вынуждены просто продать, скажем, тот же ячмень с убытками. Мы его продали, значит, по 6,5 рублей, себестоимостью 8 рублей. А для молочной продукции рост продуктивности может обернуться сокращением стада. Впрочем, из-за падения закупочных цен на молоко эта сфера и так переживает непростые времена. Вопрос реализации завязан на логистике. Перевозить продукцию из Алтайского края, равноудаленного от Запада, Востока и Китая, авто или железнодорожным транспортом дорого. Эту проблему тоже нужно решать, подчеркнули участники Круглого стола. И не забывать про техническое переоснащение. Отрасль направила на модернизацию порядка 22 миллиардов. Это только приобретение машин и оборудования. А в общей сложности за 5 лет это больше 60 миллиардов. Только сельхозмашины и оборудование. Размер зерновых субсидий в этом году в 4 раза больше, чем в прошлом. Важно сохранить объем лизинга длинных кредитов, уверены участники. Тогда и обновление техники можно будет продолжить. Причем покупая не только импортную. Некоторые фермеры рекомендовали обратить внимание на отечественную технику. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.